В Евангелии от Матфея, 13 глава, 46 стих, написано о жемчужине. Я прочитаю ее. Который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг лишь хороший, и объехал целый свет. Из жемчужин наилучших он привез в большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный такой. Драгоценную заметил он жемчужину, друзья. Нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что копилось столько лет. Нет крупней ее, ровней, чище и светлее нет. За огромнейшую цену можно ею завладеть. С ней купец перестал и пить, и есть. Дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, оглянулся, ничему уже не рад. Вдруг решил все добро свое продать, Чтоб жемчужиной красивой, самой ценной овладать. Все сокровища, одежду, жемчуг, Все кладет в сундук. И проходит он поспешно среди удивительных слух. И ничто не удержало, Ни сомнения, ни смех. Так мечту свою свершил он, Стал купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем Он богатство положил И жемчужину, как солнце, В свои руки получил. На сиянье перламутра С восхищением смотрел И ни разу с той минуты О покупке не жалел. То, на что мы тратим средства, Очень дорого для нас. В сердце есть такое место От людских сокрытых глаз. Где таится драгоценность, Для нее мы день за днем Тратим цену, силу, Время отдаем. Это то, что очень важно, Это то, чем дорожим, То сокровище покажет Направление всей души. Если встретил ты Иисуса, Ту жемчужину купил, То от мелочного груза Жизнь свою освободил. Ты и близко не сравнишь Ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, И остался здесь ни с чем. Странный ты И непохожий, И для мира Стал чужим, Потому что Царство Божье, Потому что Слово Божье, Потому что Воля Божья Жемчуг для твоей души. Слава Богу!